Тема нашего эфира «Вся власть амазонкам». Легко ли быть женщиной в наше время? В средние века женщина была нежным, трепетным созданием. Женщин добивались, совершали ради них подвиги, проводили рыцарские турниры. Ради только одного поцелуя женщин. Завидует, бедолага. Да, но шли годы века, менялась мода, обычаи, устои. Женщины и мужчины тоже менялись. Было много переломных моментов, после которых женщины становились все более самостоятельными, эмансипированными и независимыми от времени семьи и мужчин. Каково быть женщины в современном мире? На этот и другие вопросы мы попробуем найти ответы. Ну а поможет нам в этом наш гость у нас сегодня в студии Александр Савченков, психоаналитик. Здравствуйте. Доброе утро. Александр, ну вот опишите образ современной женщины. Вы знаете, образ современной женщины, по большому счету, ничем не отличается от образа средневековой. Мы тоже нежные. Такие же нежные, замечательные, требующие подвигов от своих мужчин, желающих этого. Другое дело, что сейчас в угоду такому культуре массового потребления навязывается какой-то новый образ, такой активный, эмансипированный, там, свободный от мужчины и так далее. Женщины, которые, ну, с удовольствием принимаются определенной прослойкой женского населения по одной простой причине. Причина меня печалит. Это инфантилизация мужского населения. Вот хорошо, что вы сами это сказали. Да, да, да. Сами это сказали. К сожалению, этот факт мы констатируем, да, мужчины становятся все более неприспособленными к женщинам, неспособными решать какие-то проблемы, вести за собой. И женщины берут на себя эти функции, во-первых, потому что им приходится это делать, да, для того, чтобы, условно говоря, выживать в этих меняющихся условиях, очень быстро меняющихся. И женщина это делает более адаптивно, чем мужчина, потому что женщина в силу своих физиологических, в первую очередь, особенностей, во-вторых, психологических, она многозадачна и многофункциональна. Ее мозг работает по-другому, не как мужской. Ну, женщины умнее? Женщины не умнее, они многозадачнее, чем мужчины. Да, мужчина если одну выпускает. Да, женщина может много-много в голове держать и планировать, и воплощать в жизнь. Ну, обычный пример мамы троих детей, например, да. Это я. Да, ну вот видите, школа, садик, муж, работа, там бла-бла-бла, многое-многое другое, да. Скилка, уборка. Да, мужчина, оставьте его на день в этих условиях. Он через два часа будет звонить и говорить, милая, ты когда придешь, да. Вот примерно так получается. Поэтому, конечно, женщины и социальные роли осваивают, мужские сегодня. Потому что мужчины не способны справляться в этих условиях. Ну, смотрите, учитель – мужская профессия, врач – мужская профессия, да. Повар, все. Да, все начиналось с мужчин. А сейчас мы видим основное подавляющее количество женщин в этих профессиях, да, вплоть до, там, чиновницы. Да, да, да. А в чем плюсы и минусы вот такой перемены, так скажем? Ну, плюсов я не вижу. То есть это обычный процесс, да, процесс, так же, как вот, неизменно, да, урбанизация, например, общества, так же неизменно эмансипация общества. Ничего с этим не сделаешь в современных условиях, конечно. Минус – традиционный уклад исчезает постепенно, да. Хорошо это или плохо, мне как психоаналитику трудно сказать. Ну, морализаторы от церкви или каких-то там, например, патриотических объединений скажут, что это плохо, мужчина должен быть глава, он должен все решать, женщина должна быть такая. Ну, разве мы против? Мы за, пожалуйста, пусть мужчина решает все в этой жизни. И женщины, поверьте, когда обращаются ко мне за помощью, они говорят, где это надежное плечо? Очень часто. Где это мужчина? Да. Не вижу вокруг себя, да. Поэтому, конечно, приходится вот адаптироваться, принимать мужские роли. Маленький прогноз. Скажите, все вернется или нет на круги свои? Да нет, конечно. Спасибо. Все будет дальше. А возможно ли такое, что в будущем, ну, в каком-то ближайшем, может, или в далеком будущем, женщина вообще сможет обходиться без мужчин? В каком смысле? Ну, во всех смыслах. Ну, нет, конечно. Так или иначе, понимаете, и социум – это саморегулируемая среда такая, все устаканится, да, придет в какую-то новую формацию, да, развитие такого социального, новую формацию ролевых каких-то диспозиций между мужчинами и женщинами. Ну, все движется, все развивается. Женщины и в космос полетели, да, когда-то впервые там. Ну, я думаю, что все равно все будет хорошо. Спасибо вам огромное за этот ранний приход. Вот напомним, что у нас сегодня в гостях был Александр Савченков, психоаналитик.